Здравствуйте, с вами я Ольга Витковская, финансовые новости от компании Инстафорекс. В экономике Китая сохраняются минимальные значения инфляции, достигнутые со времен начала финансового кризиса в 2009 году. Тем не менее, в июне статистическим ведомствам удалось зафиксировать небольшое ускорение к целевому значению, принятому Народным банком Китая на уровне 3,5%. Согласно информации, предоставленной Национальным бюро статистики, в течение первого летнего месяца потребительские цены выросли на 2,7%, против майского роста на 2,1%. Аналитики предсказывали достижение значения 2,5%. Ускорению инфляции способствовал резкий подъем цен на продовольствие и нефтепродукты. Вместе с тем, цены на оптовые товары остались в отрицательной зоне. Дефляция сократилась с 2,9% до 2,7%, хотя аналитики предсказывали сокращение к минус 2,5%. Индекс цен производителей PPI сохраняет свое значение со знаком минус 16 месяц подряд. Четкой реакции инвесторов на происходящее в Китае не последовало. Фондовые индексы двигались разнонаправленно. Участники рынка замерли в ожидании публикации показателя прироста ВВП Поднебесной за второй квартал. Аналитики прогнозируют значение наиважнейшего макроэкономического индикатора на уровне 7,7%, а правительство ставит цель увидеть прирост не меньше 7,5%. Будьте в курсе финансовых новостей вместе с компанией Инстафорекс. Всего хорошего! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова